шалом дорогие зрители прежде всего я хочу поблагодарить вас за то что вы смотрите это что вы слушаете и отдельно хочу поблагодарить всех тех кто оставляет какие-то комментарии что-то пишет свои впечатления вопросы задает это очень ценно для меня очень важно большое спасибо продолжайте не стесняйтесь всегда постараюсь отреагировать так или иначе меру возможностей те из вас кто смотрел программы под названием нужна ли мне община некоторые комментарии были в таком духе что в вашем городе мессианской общины нет и потому ходить вам некуда и из этого я сделал вывод что скорее всего вы меня поняли неправильно из-за путаницы в терминах и мне нужно пояснить что я имел в виду в этой серии программ под мессианской общиной путаница получилось от того что это выражение мессианская община означает не совсем одно и то же в израиле и за его пределами я приведу пример если вы живете в россии и какому-то вашему знакомому верующему христианину вы скажете что посещаете мессианскую общину то ему я почти уверен даже мысли в голову не придет что ваше собрание проходит воскресенье он наверняка сразу же подумает что вы собираетесь в субботу что лидера вашей общины зовут не пастор а раввин что часть ваших песен исполняется на иврите и так далее и так далее и может быть даже он спросит а чего вы собственно называетесь вообще община там или как-то еще они синагога то есть как в известной песне александра розенбаума поется уж летать так летать ну и наверное то есть если вы евреи называете ваше собрание синагогой пожалуйста не важно там мессианские евреи какие-то другие евреи евреи значит собираетесь в синагоге и кстати мессианские евреи за пределами израиля очень часто именно так и именуют свое собрание не община а синагога это то что за пределами израиля теперь в израиле как в израиле все не совсем так все очень по-разному на иврите мы все называемся здесь киила это слово означает община причем не обязательно религиозная община это может быть любая община когда это слово переводимся на другие языки то тут если мы говорим о религиозной общине то тут в игру конечно вступает наша теология и одни израильские верующие подчеркивают свое говоря на иностранном языке говоря на русском или английском языке одни израильские верующие подчеркивают свое единство с христианским миром и соответственно они используют слово церковь если они говорят по-русски или там черчили конгрегейшин община если они говорят по-английски вот ну например скажем у нас есть в израиле такая община которая называется на иврите хэсэдвэээмэд милость и истина а если говорить о них по-английски если они сами себя будут описывать на английском языке то они скажут переводя опять-таки с английского на русский реформированная баптистская церковь милость и истина окей однако таких немного больших из нас старается подчеркивать нашу еврейскую идентичность и тем не менее мы не называемся здесь синагогой потому что как только здесь в израиле употребляется все термин синагога если скажу что я хожу в синагогу меня тут же могут спросить а в какую синагогу ты ходишь имею ввиду что не вот на том углу или на этом а в какую ортодоксальную или реформистскую или или такой или какого типа ортодоксальную синагогу и так далее то есть что тогда получится получится конфуз и поэтому почему потому что синагога в израиле это место где по определению вешуа как в мессию не верят и соответственно мы называемся не бейт кнесет то есть не синагога а кейла то есть община по-английски а это слово конгрегейшн конгрегация теперь общины у нас тоже очень разные в одних есть свиток торы и есть больше или меньше акцент на еврейскую традицию другие общины израильские мессианские отличаются от своих зарубежных христианских собратьев а по сути лишь тем что собрание проходит на иврите а и в субботу у нас есть конечно также и англоязычные общины и русскоязычные общины вот но я говорю сейчас об иврит язычных общинах понятно язык иврит из мы собираемся в субботу вот а в остальном в этих общинах все как в обычной баптистской харизматической или какой-то другой церкви за пределами страны суббота тут в этом случае никакой идейной нагрузки не несет потому что это просто официальный государственный выходной нашей стране так же как в других странах например воскресенье теперь что касается вас и того что я сказал в этой серии программ моя цель была совсем не в том чтобы пропиарить как это сегодня принято говорить мессианские общины мессианские общины в том смысле в котором это слово поднимается в диаспоре то есть еврейские мессианские общины с кипами и талитами и песнями на иврите мои программы на эту тему не случайно были названы нужна ли мне община слова мессианская или еврейская в названии программы нет если вы живете в диаспоре и особенно если вы не евреи считайте что эти программы называются нужна ли мне церковь и мой ответ на этот вопрос совершенно не двусмыслен да вам нужна церковь мне еврею живущему в израиле нужно может быть не церковь а мессианская община но совсем не потому что церковь это плохо а мессианская община это хорошо если бы я не был евреем то скорее всего ходил бы не в мессианскую еврейскую общину а в церковь скорее всего в протестантскую но это уже другой вопрос это мой сердечный совет вам если вы не еврей и живете за пределами израиля совет следующее не торопитесь идти в мессианскую общину. Услышав такое, кто-то непременно тут же заподозрит меня, если уж не сразу в антисемитизме, то, по крайней мере, в нелюбви к мессианским общинам диаспоры. Почему это, дескать, ты отговариваешь нас идти к мессианским евреям? Знаешь ли ты, какие страшные антисемиты пытались на протяжении истории церкви воспрепятствовать своей пастве христианской общаться с евреями? Это они виноваты в том, что христианство ушло, оторвалось от своих еврейских корней, неужто и ты льешь воду на их мельницу? А еще евреи называются и не стыдно на мессианском телевидении из Израиля с кипой на макушке говорить нам такое. Вот если это вы, если это ваши мысли, хоть какие-то я выразил вслух, то спешу вас заверить. Я люблю еврейское мессианское движение, как в Израиле, так и за его пределами. Я люблю христиан и хочу, чтобы христиане знали свои еврейские корни, еврейские корни своей веры, точнее. И это одна из причин, почему я работаю в центре Каспарии, сотрудничаю с Оазис Медиа. Но, тем не менее, простите, что повторяюсь, если вы не еврей, мой вам совет, не торопитесь становиться членом еврейской мессианской общины. Это не значит, что вы должны закрыть свое сердце от мессианских евреев или вообще от евреев. Вовсе нет. Это просто значит, что, будучи не евреем, вы вполне можете быть членом христианской церкви, скорее всего, призваны быть членом той или иной христианской церкви, и при этом знать о еврейских корнях веры и иметь братское общение на том или ином уровне с мессианскими евреями. Позвольте мне пояснить свою позицию, которую я сейчас заявил. Если у вас есть реальные основания считать себя евреем, и вы хотите жить по-еврейски и верить в Ешуа, прекрасно. Пусть Господь поможет вам найти еврейскую мессианскую общину и влиться в ее жизнь. Конечно, не только в ее еврейскую жизнь, но и в ту ее жизнь, которая совершенно одинакова для еврея и для эллина в жизнь, источником которой является еврейский мессия Ешуа. Причем Ешуа не просто еврейский, а божественно еврейский, воплотившийся логос или слово или тора, как вам угодно, который полюбил нас с вами, пожертвовал собой ради нас, воскрес из мертвых и злил на нас своего святого духа. Это в том случае, если вы еврей. Я имею в виду, конечно, еврейство по отцу или матери, а не по четвероюрному прадедушке и жены. Если же вы не еврей, которого отдельные супермессианские суперевреи успели просветить о том, как страшно далека сегодняшняя христианская церковь от своих еврейских корней, как много в ней греческого мышления, неправильных толкований и даже язычества, и вы после всего этого просвещения решили, что единственный оплот истинной веры — это ближайшая к вам еврейская мессианская община или, на худой конец, ортодоксальная синагога, то я вам скажу три вещи. Во-первых, христианская церковь при всех ее минусах, недостатках и грехах на самом деле не всегда так страшна, как ее зачастую молюют. В следующей программе мы поговорим именно об этом. Во-вторых, вы должны понимать, что еврейская мессианская община, вообще говоря, предназначена евреям и их нееврейским супругам в том случае, если эти супруги из уважения к своей еврейской половине и солидарности с ней хотят жить по-еврейски. Конечно, бывает, что Бог призывает и неевреев служить евреям, и вместе с евреями служить ему, но это скорее исключение, чем правило, и обычные исключения подтверждают только правило. Так вот, если вы в браке с евреем или еврейкой, и прекрасно, и вы хотите жить по-еврейски для вас, вы чувствуете, что Бог призывает вас, я верю, что это его призвание для всех евреев, прекрасно, мессианская еврейская община для вас это вариант. Если вы не в браке с евреем, но вы верите, что быть в мессианской общине, это не только ваше личное желание, но и воля Божья, это тоже вариант. Но если вы хотите там быть по каким-то другим соображениям, вы сами себя подвергнете совершенно ненужным стрессом. Например, что я имею в виду? В первом послании к Коринфянам, 7 главе, стихах 17 по 20, Павел очень ясно говорит, что вера в Ешуа — это не повод менять национальность. Он пишет так, каждый из вас пусть и дальше живет так, как определил ему Господь, пусть остается таким, каким его призвал Бог, то есть в том состоянии, в котором Бог тебя призвал идти за собой. Я даю, пишет он, те же указания всем церквам. Был призван обрезанным, пусть не удаляет обрезание. Призван необрезанным, пусть не обрезается. Обрезание ничто и необрезание ничто, важно лишь соблюдение Божьих заповедей. Дальше он повторяет, подытоживая, кто каким призван, пусть таким и остается. Кем родился, другими словами, мой уже парафраз, кем родился, тем и оставайся. Если ты не еврей, не становись евреем, говорит нам Священное Писание. То есть не пытайся вести еврейский образ жизни, не бери на себя те обязательства перед Богом, которые предназначены исключительно евреям. Благодаря Ишу ты можешь оставить язычество, не обращаясь в иудаизм. Это одна из важнейших составляющих частей Нового Завета, одна из важнейших его истин. Теперь представьте себе, на секундочку, что вокруг вас все в деталях обсуждают кашрут, еврейские праздники и вообще еврейскую традицию. Я не говорю, что это плохо для евреев, это нормально, совершенно нормально. Но я спрашиваю, какое отношение все это имеет к вам, если вы, во-первых, не еврей, и, во-вторых, призваны Богом оставаться не евреем. То есть вы не должны становиться евреем. У вас возникнет такое же чувство, наверное, какое возникает у меня, когда мне случается прийти в гости к тещи, и там моя жена со своей мамой и сестрой начинают обсуждать чисто женские проблемы. Я что делаю, когда я начинаю постоянно слышать слова типа «целлюлит» и так далее? Я беру книгу и ухожу в другую комнату. Мне это неинтересно. Окей? Тут можно задать, конечно, вопрос. Ну, подождите, неужели не еврею нечего почерпнуть в еврейской традиции? Ну, почему же нечего? Я не говорю, не делаю таких радикальных утверждений. Конечно, вы можете отказаться от свинины, к примеру, просто потому, что это не самое полезное для здоровья мясо. Вы можете позаимствовать еще какие-то хорошие вещи. Ну, к примеру, благословлять свою жену и детей за совместной трапезой раз в неделю особым образом. Евреи это делают во время каббалат-шаббата, так называемого, то есть при встрече субботы, а в пятницу вечером. Пожалуйста, прекрасная традиция, заведите ее у себя дома. Делайте это, например, за воскресным завтраком или за воскресным обедом. Вот, но, пожалуйста, не начинайте полностью перенимать всю еврейскую традицию и жить по-еврейски. Зачем вам это нужно? Во-первых, вам нельзя этого делать. Писание совершенно ясно говорит, что вы этого делать не должны, с одной стороны. С другой стороны, если вы, вот, оставаясь неевреем, придете в общину еврейскую, которая призвана жить по-еврейски, вы будете себя постоянно чувствовать так, как я у тещи в таких ситуациях, то есть белой вороной, неудел. Зачем вам это нужно? Последнее, что вам нужно очень хорошо понимать, когда вы думаете идти в мессианскую общину. Мессианское движение очень молодое. Конечно, можно сказать, что нам 2000 лет, и мы вообще тут старше всех, но это все для пиара. А по сути, мессианскому движению, как движение евреев, верующих в мессию Иешуа и сохраняющих свою еврейскую идентичность, ну, от силы реально лет 50. Теперь, что такое 50 лет? Для жизни одного человека это, конечно, немало. Для движения, которое ставит своей целью донести благую весть Иешуа евреям всей планеты, а также помочь христианам узнать еврейские корни своей веры, это почти ничего. Что это значит? Это значит, что наше движение, если так воспользоваться человеческой аналогией, оно как бы еще в пеленках. Ну, хорошо, не в пеленках, а в памперсах. В любом случае, в чем бы там мы ни находились, мы еще ползаем, мы еще даже не стоим на ногах твердо. Мы болеем всеми обычными детскими болезнями, которые только есть, в том числе и периодическим расстройством желудка. Почему? Потому что младенцы, они постоянно тащат в рот всякую грязь. Вот то же самое и с нами происходит. Неужели это так страшно, все эти детские болезни? Можно сказать, ну, ведь не вы первые, не вы последние, да? Да, совершенно верно. Но отличие нашей ситуации, мессианских евреев, оно в том, что у обычного младенца, который там ползает, тащит все подряд в рот, у него есть мама, папа, бабушки и дедушки и другие взрослые люди вокруг, родственники, которые, они, конечно, не идеальные, но они взрослые, они знают, как ребенку помочь расти, и ребенок растет под их опекой. И вырастает, будем надеяться, благополучно, нормальным, здоровым человеком, да? Вот, а что у нас? А у нас нет вот таких вот родителей. У нас есть, конечно же, память о наших древних пра-пра-пра, пра-пра-пра и так далее, бабушках и дедушках, то есть вот тех, которые 2000 лет тому назад тот же, как и мы, были евреи и верили в Ешу, его первые ученики, первая мессианская еврейская община. Вот, но, собственно, вот это вот у нас только и есть, больше у нас ничего нет, кроме памяти. Ну, понятно, у нас есть много всякой родни, немножко более далекой, если так по аналогии опять-таки говорить, да, но мы принимаем ее помощь, как я смотрю, очень осторожно и очень избирательно. Почему? Потому что эта родня, она не еврейская родня. Все эти там четвероюрные, пятиюрные бабушки, дедушки, тети и дяди, вот, они, конечно, верят в того же самого Ешуа. Я пытаюсь изобразить наш взгляд на вещи. Но, как бы сказать, они верят в него по-своему как-то, то есть не по-еврейски, не по-нашему, и они не должны верить в него по-еврейски. Хорошо. Вот, и что же получается тогда в таком случае? Получается, что если смотреть вот чисто по-человечески, как мы растем, да как беспризорники мы растем. И, соответственно, иногда мы болеем вот всеми этими детскими болезнями, может быть, дольше, может быть, тяжелее, чем против младенции. Ну, уж во всяком случае, кричим мы точно громче. Вот, это один момент. Теперь второй момент. Учтите еще вот что. Наследственность у нас, у евреев, она тоже не совсем обычная. Дело в том, что у нас почти две тысячи лет не было своей земли и государства. И вот эти 20 веков мы регулярно подвергались преследованиям, и подчас исключительно жестоким. Вот, и благодаря этому, конечно, мы стали экспертами по выживанию в трудных условиях, чем мы очень гордимся. Но обратная сторона той же самой медали, побочный эффект, это то, что у нас немножко испортился характер, если так мягко выражаться. И поэтому с нами не так легко, как некоторые идеалисты ожидают. Они так любят Израиль, а потом они приезжают в Израиль, и что они видят? Ой-ой-ой. Я не хочу сказать, что с христианами легко. Идеальных людей нет, нету и идеальных верующих. Я хочу сказать другое. Со многими христианами в некоторых отношениях легче, чем с нами. По крайней мере, с теми, чьи предки не пережили Холокоста, погромов и инквизиций. Вот. Это что касается мессианских общин вообще. И в Израиле, и в Диаспоре. Теперь, если вы живете в Диаспоре, как я догадываюсь, в Диаспоре, там есть дополнительная сложность у мессианских общин, еврейских. В Диаспоре евреям быть труднее, чем в Израиле. Это просто объективный факт. Ну, потому что у нас вообще не проблема купить кошерную еду. У нас суббота государственный выходной, то есть все и так не работают, ну, или практически все. Вот. Обрезание новорожденным мальчиком делают тоже практически все евреи. Там, не важно, религиозные или светские, это совершенно нормальная, обычная, стандартная часть нашей культуры. А в Диаспоре для сохранения еврейской идентичности, не только мессианским, вообще любым евреям, нужно делать гораздо большее усилие. И, соответственно, в мессианско-еврейское общение, по моим наблюдениям, баланс между еврейством и духовностью, то есть баланс между человеческой составляющей Ешуа и его божественной составляющей, да, если говорить о Ешуа, поскольку он центр нашей веры, этот баланс зачастую смещается в сторону еврейства и не всегда, на мой взгляд, не всегда аккуратно смещается. Так что, если вы не еврей, подумайте хорошенько. Оно вам надо? Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте. Возвращение к нам и следите за нашими обновлениями на сайте. Продолжение следует...